Вопрос кофеиновой зависимости. Многие в это дело втягиваются и наблюдают, что как только попытаются хоть немножко менее выпить кофе, чем они привыкли, или отменить, сразу начинается сильнейшая головная боль, раздражительность, усталость, причем такая усталость, что все, человек осваливает просто с рук, нервозность, тошнота даже. Но самое главное, это, конечно, жуткие головные боли. Зависимость это обычно от кофе, от очень крепкого чая, и также очень сильная бывает зависимость от энергетика, в них много содержится кофеина. Как с этим бороться? Но первое дело, это можно вообще внезапно отказаться от кофе и три дня перетерпеть, перемучиться. Вот такой нюанс. Настроиться, это должны быть какие-то выходные дни, и перетерпеть, перемучиться без этого. Это один вариант. Второй вариант, это снижать постепенно. Каждые два-три дня снижать на одну треть дозу, потом еще на одну треть, через два-три дня, потом еще, потом перейти на чай черный, потом вообще отказаться. Ну, кому как легче. Многие говорят, что лучше три дня перемучиться, и все, тебе будет легче. В чем еще нюансы? Эти несколько дней у человека может падать давление. Вот в чем нюанс. Некоторые люди гипотоники, у них боли из-за падающего давления. В таком случае надо что-то делать. Надо, например, пить настойку Элиотерокока или Женшени 20-30 капель 3 раза в день. Вот вам и решение проблемы. Причем это лучше начать еще до того, как ты бросишь кофе, чтобы постепенно организм настроился и справлялся с этим делом. Далее, часто есть шейные остеохондрозы, и они дают венозный застой. Если делают риоанцефалукрофею, и обнаруживают венозный застой сосудов головного мозга. Кофеин сужает вены именно и облегчает эти симптомы, но дает зависимость. Здесь тоже, во-первых, массаж шейного отдела позвоночника. Причем массаж этот надо пройти тоже до того, как ты бросишь кофе. Прилечи 10 дней массаж. Далее, есть хороший препарат Оксибрау. Или аналоги Оксибрау. Два раза в день пьется, он уменьшает венозный застой головного мозга. Само собой, параллельно не мешало, никогда не мешает попить 2-3 недели витамины, микроэлементы, комплексные. Особенно, если это зима. Особенно, если чувствуется слабость организма. Но только 2-3 недели курса. В идеале желательно даже сделать анализы на витамины и уже конкретно пить то, чего в организме не хватает. Но это в идеале. Так можно попить, но только не увлекаться этим делом, не пить постоянно. Именно аптечные традиционные витамины, комплексные. Ну, вид, румтера, вид, дуовид. Разные, не из самых дешевеньких и самых низкодозовых. Далее, регулярное питание важно. Кофеин вызывает скачки глюкозы в крови в результате человека проблема. Вдруг падает глюкоза и внезапно человек все не может без кофе. Им надо выпить иначе он просто сознание теряет. Так вот, это глюкозные скачки. Надо что делать? Питаться. Через 3-4 часа что-нибудь съедать. И таким образом вот эта тяга такая, как кезапной чашке кофе, уменьшится. Что еще? Заменить кофе на что-нибудь приятное. Во-первых, есть кофейные напитки на основании ячменя, например. Кофейный напиток с цикорием. Приятная весьма штука. Заменить. Можно сделать привычку пить вместо кофе чай утром. Но надо тогда, во-первых, не крепкий черный чай, потому что это будет почти то же, что и кофе. А именно вкусный, приятный, отобрать какой-то хороший, пахнущий чай. И утром сосредотачиваться или на протяжении дня 2-3 раза сосредотачиваться именно на вот этом приятном вкусе кофе. Приятном таком наслаждении. Кофе чая наслаждаться этим. То есть, ты не будешь чувствовать ущербным, а ты будешь иметь что-то взамен тоже приятное. Вот такой нюанс. И физические упражнения. Прогулки хотя бы, пробежки, езда на велосипеде, зарядка на свежем воздухе. Очень даже желательно в эти дни это делать. Тем более, если это застой крови, вот этот самый венозный, то физические упражнения очень хорошо этот застой разгоняют, и человек значительно себя лучше чувствует. Вот такие штуки. Зависимость противная. Самого было, в основном поборол. Но искать еще могут быть и какие-то болезни. Может быть и без кофе. Уже низкое давление я говорил, венозный застой. На фоне остеохондроза шейного отдела. И говорил, могут быть какие-то сосудистые проблемы. Может быть мигрень. Кому-то именно кофе помогает. У кого-то из-за кофе она возникает. Тут уже надо индивидуально смотреть. Тогда может надо лечение именно этой болезни. Может депрессия у человека. Еще какие-то расстройства. Это уже надо конкретно обследоваться у врачей. И чтобы обнаружили. Может сосудистые проблемы. В некоторых из них кофе выпил. Любой там кофейно содержащий напиток. И уже как бы легче. Но это только лечение симптомов получается. А болезнь может оставаться. Вот такие вещи. А чашечка кофе в день считается нормой. И ничего плохого в этом нет. Но чтобы отвыкнуть от кофе вообще. Советуется сделать вот такой 3 дня. Себе 3-4 дня. Сделать перерыв без кофе вообще. Чтобы ты мог почувствовать, что без него можешь. И все. Тогда ты станешь спокойнее. Не будешь такой дерганый. Не будешь спешить. Не будешь лихорадочно делать кучу дел. А на самом деле ничего не успевая. Это становится на кофе. Не будет скачков такого. То ты сонный. Сваливает тебя. И ты пьешь это кофе. То проснулся через 15 минут. Снова начинает отключать. Такого не будет. Ну и само собой заставлять себя раньше ложиться спать. Тоже моя проблема. Мне дай волю. Я бы в 2-3 ночи ложился всегда. Такая натура. Но если себя заставлять ложиться в 11. Час до полуночи. Равен 2 после. Есть такая пословица. Хотя бы в 11 ложиться. Заставлять себя. Даже если не хочешь засыпать. Даже если ты этот час пролежишь. Пока только заснешь. Лежать. Лежать. Именно в темноте. Именно лежать. Отдыхать. Для организма это очень хорошо. И потом этого кофе он даже и не хочет. Не требуется. Вырабатывается свои. Мелатонин. Еще некоторые вещества. Которые улучшают самочувствие. Вот этот момент тоже запоминать. Потому что часто те кто на кофе. Они особенно вечером если выпьют. Но это очень индивидуально. Кто вот так привязан. У них на вечер может начинаться активность сильная. Все. Они бы что-то делали. 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 Так до часу. До двух. И тяжело себя заставить улечься. Надо именно заставлять себя улечься. И через некоторое время организм наладится. И начнет чувствовать. Так что уже начнет хотеться. В это время спать. Все. Это основные вещи которые я рассказал. Лучше конечно этого не иметь. Никакой зависимости. Но. Бывает всяко. Это можно побороть. Успехов. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.